Вот уже в четвертый раз в нашем районе прошел межмуниципальный форум территориальных общественных самоуправлений. Эта форма работы доказала свою эффективность в налаживании взаимодействия и сотрудничества. На форум приехали активные общественники Красноармейского, Абинского, Северского и Славянского районов, для того, чтобы рассказать о своих успехах и узнать что-то новое от коллег. Держать руку на пульсе жизни, хорошо зная проблемы и пожелания жителей, местным властям гораздо удобнее с помощью активистов территориального общественного самоуправления. Органы ТОС участвуют в решении вопросов по благоустройству и озеленению, обеспечивают по мере сил общественный порядок, работают с одинокими и пожилыми людьми, а также с теми, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Стараюсь я сама поддерживать у себя чистоту и порядок. И наша улица, наверное, улица мира является как примером и показателем по всему поселению. У нас четыре человека получили звание Дом образцового порядка. Люди стараются, у нас очень много цветов. Должен знать все запросы людей, взаимодействие с администрацией. Мы в этом году очень много в нашем поселении сделали дорог. Отсыпали щебнем, заасфальтировали три дороги. Жители радуются, довольны. Настоящие проводники народных инициатив, помощники для людей, организаторы многих нужных мероприятий так себя зарекомендовали лучшие представители территориального общественного самоуправления. Я коренная жительница нашей станицы Анастасиевской, поэтому на моем квартире, где я проживаю уже много лет, я почти каждого жителя знаю, родителей знаю, дедушку, бабушку. Забот очень много и надо знать их проблемы, кому-то словом помочь, кому-то каким-то делом. Это мы взаимодействие с нашей администрацией, просьба о подсыпке дорог, о тротуарах. ТОСовцам, так еще называют администраторов по работе с населением, очень важно активно взаимодействовать с поселенческими властями, для того, чтобы оперативно находить решения возникающих у жителей вопросов. Они действительно связующее звено. Они видят то, что мы не видим. Они ближе к народу, к населению. Они до нас доносят их пожелания, предложения. Мы над этим работаем. Я считаю, у нас поселение очень даже хорошее в том плане, что насколько возможно благоустройством занимаемся, санитарный порядок у нас, жители наши все идут нам навстречу, если мы собираем какие-то субботники. Кроме активистов-ТОСов из четырех районов, на форум приехали главы поселений, депутаты, специалисты общественно-социальных центров. Открывая форум, глава Славянского района Роман Сенеговский приветствовал собравшихся, отметив, что их работа востребована и необходима обществу. Большую работу выполняете вы, наши уважаемые коллеги, за что вам большое спасибо. Это руководители ТОСов наших. В простонародье мы вас называем квартальными. Это маленькие главы своих территорий, которые, прежде всего, помогают власти сегодня организовать работу. Благодаря вам мы выстраиваем обратную связь, это очень важно. Исполнительный директор Ассоциации Совет Органов Территориальных и Общественных Самоуправлений Ирина Иощенко сказала о том, что поддержка и всесторонняя помощь, которую получают кубанские ТОСы, в том числе и на краевых форумах, очень способствуют их развитию. В выступлении главы Коржевского сельского поселения было много полезной информации о том, как организована работа в поселении, занявшем призовое место в российском конкурсе по благоустройству. ТОС работает только тогда, когда появляется лидер. И такими лидерами стали председатель ТОС номер один Собянина Ирина Ивановна и председатель ТОС номер два Прокурин Геннадий Павлович. Неравнодушные люди, которые внутри знают проблемы жителей, а также руки решения этих проблем. В своей работе наша ТОСовция опирается на помощь депутатов Совета Коржевского сельского поселения, Совета Магоплательных домов, Совета ветеранов, активных жителей поселений. В работе применяют новые формы и методы взаимодействия с жителями подширкой территории. Детский сад и амбулатория в Коржевском производят самое приятное впечатление. Там чисто и красиво, все отвечает современным требованиям. Мы явились победителями прекрасного конкурса. Для нас это, собственно, неожиданно, но очень приятно. На лучшую благоустроенную территорию учреждения. Да, действительно, наш детский сад очень прекрасен. Территория замечательно выглядит. Это большой и колоссальный труд не только педагогического персонала, всех сотрудников, но и тесное содружество с родителями, с поселением. В амбулатории очень красиво. Растут цветы, розы, их более 100 сортов. И когда в мае она расцветает, все цветы расцветают, то благоухание раздается, розы пахнут. Люди приходят, любуются, у них повышается настроение. И повышается их жизненный тонус. Повышается иммунитет от прекрасного созерцания наших растений. У нас всегда чисто. Были отмечены призеры конкурса на самый благоустроенный двор, подъезд, территорию. Глава Славянского района Роман Синеговский, подытоживая все сказанное, призвал собравшихся активнее использовать интернет и социальные сети для информирования и общения с жителями. Положительно оценил такие мероприятия, как дни улиц, хуторов и станиц, которые способствуют сплочению проживающих там. Только объединив усилия всех заинтересованных служб и всех уровней власти, можно добиться успехов в благоустройстве и решении важных социальных вопросов. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.